всем подписчикам большой привет репортаж из осеннего леса кузбасс середина сентября продолжаем заготовку грибов благо их в этом году изобилие у нас в кузбассе после дождей хотел вам показать сейчас гигантские залежи рядовки тополевой нашли на полянке гряду рядовки который я еще не видел такую в жизни это ряд тополей наткнулись и начали ее разрывать длина этого ряда больше 20 метров я сейчас вам покажу откуда он начинается вот начало ряда идет сплошной ряд рядовки уходит под корни мы его раскопали а он был весь под листвой вот идет ряд рядовки я иду по этому ряду здесь немножечко вырезал я сейчас расскажу немножко вам они вот иду я вдоль этого ряда грибы растут сплошным линейным таким образованием вот идет рядовка уходит под основание тополя вон вот идет рядовка все рядовка разрыли его его сейчас будем резать это грибы правда четвертая категория образуют микоризу с тополем вот рядом поляна тополей мы как раз развиваем этот ряд что это за гриб такой рядовка это гриб который растет под листвой и растет рядами характерно имеет пластинчатую под шляпную поверхность ножка у него плотная белая на срезе и шляпка от охряно желтой до серой характерная его отличие от других рядовок это чисто запах муки свежепомолотой муки вы не спутаете и и нет ни с чем то есть гриб пахнет мукой во что можно его обработать он подвергается всем видам переработки жарко варка супов сушка но сушку и засунка самое основное это соленая рядовка некоторым не нравится запах муки они его перед приготовлением начинает вымачивать то есть для того чтобы ушел запах после засунки цвет не теряется но соленая рядовка тополевая подтопольник по вкусу не уступает некоторым другим благородным грибам грусть и другие но самое основное что она растет очень обильно то есть можно вот с этой поляны нарезать но буквально десяток наверное ведер если все это раскопать у нас кузбассе в этом году урожай на грибы и это одни из последних грибов они держат заморозки первые потому что растут в основном под листвой то есть не замерзают рядовка тополевая приходите на канал будет много интересного и по грибам тоже всего доброго